у нас обозначена сегодня тема как техника эмоциональной свободы или по другому сокращенно с техника эмоциональное освобождение а может быть со может быть техника эмоциональной свободы ну в общем аббревиатура это не важно да ну по-русски а если по-английски то это будет ефт или или ифт как там английские буквы эмоушен фридом да наверное фрид свободный техно технологии без акцентов английских я говорю вот им обозначена вот так но до нее еще вот столько на доске написать для чего-то и так немножко теории интересный так вот прежде чем мы перейдем в технике эмоционального освобождения у нас будет еще долгий путь до нее ситуация была очень интересная берем фамилию имя первую роджер калахан это американский психолог психотерапевт который занимался чем занимался консультированием людей и общем поиском излечения этих людей однажды к нему пришла женщина у которой была боязнь воды причем боязнь воды очень паническая она когда шел дождь она не могла выйти на улицу а когда она ехала по мосту через реку она не могла переезжать через этот мост то есть в общем край крайний случай и он с ней работал два года ничего не помогало он там применял статистические техники она продолжала к нему ходить ну видимо у не было четкая программа где-то свыше дана что он ей точно поможет плюс ко всему он заметил такую закономерность что у нее когда обостряется вот страх воды мне начинает болеть живут а в связи с тем что этот психотерапевт занимался еще изучением китайской меридианов в общем китайской медициной занимался он вдруг подумал а почему бы не соединить например вот китайскую медицину да и его психолог например приметь применив к этой боящейся воды и он подумал так если не болит желудок значит нужно воздействовать на берегиан желудок понятно иглоукалыванием не занимался подумал дай просто нажмем и все и он ей сказал давайте так она пришла в очередной раз начали с ним там общаться что-то происходило и он и говорит представьте что ваше эмоциональное состояние прям прочувствуйте его как вы боитесь создайте это мысленное поле ну а теперь давайте нажмем история умалчивает где они конкретно нажимали и она делает несколько нажатий и там но я думаю что эта история все равно ультрирована я не думаю что она хотя кто знает в общем история если дословно то это так она начал делает эти вот на несколько нажиманий и вдруг после этого подскакивает и не бежит в души кричит ура ура значит я я там не боюсь или даже не в душах бассейн она побежала там план человек после того как два года они не могли ничего сделать а после этого роджер калахан задался вопросом а что если соединить две составляющие составляющие воздействия на тело через применение китайской медицины и принятия ситуации с точки зрения психологии принятия ситуации да он же и пытался вытащить на то принять эту ситуацию надо да надо ее вот убить разглядеть обозначить и прочие прочие какие-то вещи а тут произошло еще дополнительное воздействие на тело хоп и ситуация значит подрешил поставил перед собой задачу вот это соединять и начал проводить исследование в итоге в ходе его продолжительных исследований он разработал первое была разработана основная схема как можно быстро как утверждается последователи его он назвал свою методику тфт терапия мысленного потока то есть вот то что женщина да а мы создаем вот это вот свое состояние негативное которое у нас есть а а переводим его в эмоцию и погружаемся до мыслями в это состояние после этого мы совершаем воздействие на дело все все разрешается последователи тфт утверждают что достаточно буквально там пяти минут для того чтобы разрешить почти любую ситуацию с точки зрения если смотреть по различным опытом разных людей в этой техники то да есть момент ситуации когда действительно там за один сеанс все снимается у человека вдруг раз и происходит извлечение от какого-то привязки в какой-то ситуации от какой-то болезненной эмоции кому-то приходится несколько раз ходить а тех кто ушел и ничего ему не помогло история я думаю так обычно умалчивают эту статистику где-то всегда не ведут потому что люди уходят и уже не возвращаются и не говорят поэтому вот эту статистику всегда сложно собрать но у нас значит есть статистика что есть ситуации когда быстро помогает есть ситуации когда через какое-то продолжительное повторение это помогает итак а первое значит что было определено это основная схема мы сейчас с вами по этой схеме пройдет а после того как вот он эту схему разработал и он увидел что она работает он разработал еще множество маленьких схем так называемых там алгоритм на различные ситуации то есть он начал систематизировать вот к нему приходили люди да он такой у этого там страх воды так еще один страх воды ну то есть вот он их по темам разбил а потом немножко модернизировал а в какие части тела нажимать в этом случае в какие части тела нажимать в этом случае то есть конфигурация точек в разных темах у него меня но я опять же обращаюсь к последователям в настоящем времени это было всего еще в 1981 году достаточно давно по последователям и в настоящее время сейчас очень активно работают такие фанатично преданные доктору калахану и они работают вот по этой основной схеме минус этой методики как считают изобретатели потом дальнейших еще методик это то что здесь акцент идет на сам человек собой не может терапия потому что он и его ведет потому что он ему говорит на какие там точки нажимать если это берется какой-то алгоритм плюс здесь нет озвучивания что появляется потом дальше следующем следующий но а давайте мы с вами сейчас на себе это попробуем чтобы понимать куда нам дать их не дальше как куда мы двинемся и и как эта разница будет вот поэтому вот я говорил о том что нужно какая-то ситуация смотрите это может быть просто эмоции вот любая эмоция которая у вас чаще всего повторяется вы можете сейчас взять то есть и вы ее для чего эмоция которая там часто повторяется чтобы ее можно было легко вот сейчас вот вытащить в этом мысль на свою комнату и проработать второй вариант это может быть какая-то ситуация буквально там сегодня произошедшие на вы выходите из дома смотрит через забор соседа на соседа своего и думаете как я не люблю эту рожу наглую да и дальше мы из этой ситуации смотрим какая эмоция у нас возникает то есть нам не важен сосед нам не важен до его нам важно какая эмоция стоит за этой ситуации то есть мы можем взять чистой эмоции можем взять какую-то ситуацию и вытащить из этой ситуации какую-то эмоцию можем взять конкретно какого-то человека который вызывает у нас негативную эмоцию вытащить из него опять же да эту эмоцию ну ладно а так тому же когда положительные это мы дальше вот выбирай либо просто какую-то эмоцию вспоминать либо ситуацию да и мы значит будем делать следующее смотрим а в этой методике используется пять точек на счет пять раз забавно на самом деле а потому что с по моему опыту количество раз это такая отмаза больше для ума до большому счету ну пять точек до воздействия определенной волны здесь идет а вот разовость но методикам указывать пять раз на значит пятна все вот сидишь и считаешь дальше мы первое значит что по схеме мы делаем первая наша задача вызвать вот сесть расслабиться и вызвать вот это состояние эту ему прям вот чтобы она у нас внутри мы как бы на нее смотрим этот сосед просто он достал какая у меня эмоция идет раздражение я специально беру такую нейтральную ситуацию ну не все на соседе раздражается ну вот например и вот этот сосед я даже понимаю что говорю и думаю какого соседа представить я не могу у меня не хватает у меня не хватает какого соседа на какого соседа ты раздражаешься он ищет ищет не может для него сейчас задачка итак на наша задача вот эмоцию туда вот эмоция и мы вот во всем вниманием в это состояние погружаемся дальше начинаем делать у нас с вами по этой технике есть пять точек и и есть определенная последовательность первая точка значит опять же да на пальцев рук здесь тоже есть различные точки и почему вот нужно как-то определенным образом замыкать потому что там должно замыкаться вот это электрическое поле которое проходит через тело мы делаем вот так классика мы делать будем классику потом я скажу вам о том что по идее можно и так и вот так и вообще без разницы как главное чтобы было воздействие но по классике значит таким образом а указательный мы средний пальцы здесь смотри здесь а вот когда есть две части например правый глаз и левый глаз то ходе продолжительной практики в этих методиках было установлено что неважно да можно например делать с этой стороны а потом перейти на эту наключит то есть не принципиально но поэтому мы для начала давайте например пойдем по одной стороны и так первая точка находится по тела терапии мысленного потока она находится в цене и мы здесь вот в этой технике сложность состоит в том что мы здесь ничего не проговариваем да а мы должны быть погружены в свое вот это состояние максимально в это время терапевт действуем поступиваем точку в центре ему проект 1 2 4 5 дальше подушечка не ногтя или одной рукой одна рука и пошла первое воздействие вот сюда идет ну вот а классика вот да ну и там еще вот тут какое-то замыкание идет но это вот о уход уже сильно в китайскую здесь мы больше уходим все-таки в телеску и психологию поэтому вот эти два пальца подушечки пошли сначала идет воздействие на эту точку а вторая точка идет под глазом здесь неважно под правым под левым смотрите здесь . идет вот по центру здесь . вот если вы почувствуете где подачивается да вот по краю косточки под глаза пять да раз раз два не сначала так или вот так да сейчас подожди я расскажу да вот а похлопывание идет вот такое вот вот когда мы сидим и мы по столу вот так вот бывает то есть убивать себя не надо касаться вот так вот а и отпрыгивать тоже не надо а вот прям чувствуете как кожа немножечко так под пальчиками раз 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 приятно но активно вот а следующая точка значит сюда сюда следующая точка пошла подмышкой без разницы право-лево да если справа значит левое если с левой значит справа и потому что ну так вот подушечками не получится смотрите точку ищем следующим образом где-то санте от подмышки сантиметров десять ну или вот ладошка где-то да это и будет и если вы вот прям потрогаете ну попробуйте там подвигаться вы найдете эту точку она может быть не то что болезненная но она такая ощутимая да ага вот ее да либо здесь либо здесь а ты ну может ну поизмени телоположение как-то там вот так это у нас третья точка да первая вторая третья четвертая точка на ключицы точка находится если вот мы вот эту вот впадинку найдем вот этой впадинки где-то сантиметра два вниз и потом сантиметра два вправо или влево вот то есть вот ну или вот вот косточка да и вот где-то вот здесь вот понятно да ключичные косточки и вот где-то здесь там так вдавливать сильно не надо да тоже просто вот можно по телу так первая вторая третья четвертая и пятая точка у нас находится на ребре ладони ну ближе сюда кверху ну по сути своей вот если двумя пальцами а если третий включить то можно просто вот по всей поверхности вот терапевт называет это место куда бьются точка карате каратист можно и третий пальцем включать можно и четвертый иногда можно увидеть как терапевт там вот так вот там делаем ну а в общем мы мы и дальше значит мы опять возвращаемся к схеме наша задача вы вытащить эмоцию в нее погрузиться и потом пошли простукиваем раз два три четыре пять а ну примерно по пять раз прямо уж точно не это но примерно раз 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 дальше мы с вами а остаемся вот на этой точке на пятнах и дальше мы начинаем совершать следующее движение мы закрываем глаза но это не надо будет вам все вспоминать я буду все это говорить просто сейчас вот чтобы схему эту понять а мы закрываем глаза и продолжаем воздействовать на эту точку а дальше мы открываем глаза продолжая воздействовать на эту точку делаем опускаем взгляд вниз вправо вниз продолжаем двигаться влево потом по кругу один раз в одну сторону по кругу в другую потом начинаем вслух петь вот это единственное что вслух все таки произносится в этой технике начинаем петь какую-нибудь песню любую пусть бегут неуклюже или там в лесу родилась елочка но вслух да так вот напевая себе потом ну то есть я буду говорить песенка пошли все петь песенку дальше я говорю счет и мы от песенки переходим на счет раз два три четыре пять потом опять начинаем петь песенку можно ту же можно другую без разницы возникает вопрос в голове вообще какую фигню мы делаем или не возникает 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 хорошо замечательно значит не это самое все нормальные никто не продвинутый и не всех этих тонкостей не понимает хорошо но я скажу сейчас давайте завершим всю схему а потом я расскажу что происходит вообще с нами все было нормально до песенки до песенки даже с глазами ты согласен да абсолютно так хорошо итак после того как мы спели песенку мы опять проходим по пять раз по этим точкам то есть мы опять пошли сюда 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 и сюда и на этом завершается и мы потом делаем вдох выдох и смотрим что происходит с нашим телом все да смотри да это сидя делается в общем как удобно сидя на стуле сидя на полу то что происходит вот с точки зрения вот пришел психолог и говорит сейчас я вам все все вам тут разрушу все эти ваши лирические какие то смотри сначала мы включаем свою эмоциональную составляющую вытаскиваем эмоцию да мы ее вот в осознание выводим вот то что мы сейчас говорили да мы осознаем ее здравствуй вот ты есть я тебя осознаю я тебя в общем то принимаю хотя не очень может и люблю это не надо проговаривать я просто говорю что происходит в этот момент да мы такие хоп вытащим дальше мы начинаем включать воздействие на тело то есть если вот по этой схеме мы посмотрим да у нас есть некая травма условно говоря травма да где то у нас есть зажим какая-то ситуация была у нас произошел зажим блок и у нас вот этот поток перекрыт именно зажимом в теле именно на уровне мышц а мышцы зажались соответственно нервная система тоже включилась и все энергия уже не пробегает а энергопоток у нас нарушен а мы начинаем восстанавливать поток вот этот энергетический именно воздействие то есть мы говорим да мы тебя увидели телу говорим давай поехали начинаем проталкивать энергию и раскачивать вот это энергопоток энергопоток как бы заставляя его через вибрацию вот эти пробки убирать и мышцы где-то раз начинают через это тоже расслабляться дальше мы включаем глаза для чего мы включаем глаза глаза мы включаем для того чтобы начать уравновешивать правое левое по ушам дальше мы такие раз туда-сюда туда-сюда мозг начинает переключаться с однонаправленного воздействия на эту эмоцию он от нее начинает отцепляться мы ему говорим давай левое полушария плавая погуляли глазами а дальше мы закрепляем этот результат для чего мы поем и считаем мы начинаем петь и включается полушария у нас какое правое включается правое полушария образное мышление мы поем просто ля 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 и у нас творческая процесс пошел мозг раз переключился такой только мозг переключился на правое полушарие он говорит ну ладно хорошо сейчас будем петь вот что там заниматься мы ему раз логику таки хоп считаем раз два он такой три четыре мы ему говорим он такой говорит а понял сейчас будем заниматься математикой мы говорим нет стой и мы опять ему поем мы его опять переключаем то есть мы ломаем вот это вот ну то о чем мы собственно говорили да мы его схему вот это вот ломает при этом мы гоним энергетический поток чтобы вот снять это напряжение и происходит ну так в целом если да и дальше начинаем опять воздействовать по точкам подогнали энергию в ходе данного всего процесса что должно произойти во первых мы мозг вывели из состояния с жесткой фиксации вот этой схемы по которой он всегда действовал да во вторых мы эмоцию вытащили да и увидели ее а вот это как плюс по энергии энергию погнали все все это соединяясь снимает напряжение расслабляет тело а переключает мозг на новые какие-то шаги к действию да им нужно новые какие-то придумывать программы как теперь он будет действовать ну ладно хорошо не будем больше так эмоционально давай что-нибудь новое придумаем ну и плюс энергия пошла все просто а вот так если давайте по точкам постучим это все все вот так вот не надо никогда рассказывать это да когда приходит человек ты ему говоришь ну давайте сейчас мы с вами сделаем магию и он такой сидит там что-то делать давайте песенку спать потом уходит блин какой-то больной доктор а дальше зависит уже от того помогло не помогло помогло доктор больной но помогло если не помогло я так и знал доктор а 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